книга открытым оком том 5 вопрос 1482 тема смерть что можно сказать когда слышишь о смерти известных людей какие мысли должны быть у христианина при известии о такой кончине вот сообщили что погиб в автокатастрофе 22 марта 2003 года мэр города барнаула баварин владимир николаевич что они можете сказать отвечает игнатий тихонович лапки нужно все рассматривать с позиции вечности был ли человек верующим и жил ли согласно слова божия были прилежным христианином книга пророка языки для 33 11 скажи им живу я говорит господь бог не хочу смерти грешника чтобы грешник обратился от пути своего и жив был как велик бы ни был человек но после смерти он уже не тот и там одинок и отвечать ему за все премудрость соломона 6 5 страшно и скоро он явится вам и строк суд над начальствующими сегодня в церкви интересуются только об одном чтобы умерший был крещеным а дальше попы поправиться они уже все ходы выходы знают на том свете как пообещать царствие божие как успокоить родных как и что читать почем это продвижение из ада в рай будет все транспортные расходы души грешника возлагаются на родственников библия же четко отметает все софизмы человека с кодилом в англия то она 3 36 верующий в сына имеет жизнь вечную они верующие сына не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем второе послание коринфянам 5 10 и во всем нам должно явиться пред судилище христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле добра или худо кто не уверовал во христа как своего спасителя кто не отдал ему свое сердце кто не родился свыше тому лучше было там лучше бы и не родиться вовсе он обречен на вечное мучение а великость человеческая это все мерки сиюминутные где знаменитые цари и правители борцы и воины не все ли не все ли прах и тлен как было с теми так и будет с этими же люди как мошкара сирахова 14 19 как зеленеющие листья на густом дереве одни спадают а другие вырастают так и рот от плоти и крови один умирает а другой рождается 3 ездры 6 56 а прочих же народов произвела происшедших от адама ты сказал что они ничто на подобной слюне и все множество их ты уподобил каплям каплющим из сосуда мне всегда когда слышал внезапной смерти знатных людей приходит на мысль картина вдруг тело разбито и душа уже парит над катастрофой и еще не может ничего понять ей неведомо то состояние да и не хотела она покидать грешное свое жилище она тоскует рассматривает развалины смятую машину и видит своих родных и близких людей которые быть может еще живы но тоже раздавлены она пытается к ним обратиться проходит через них и по малу начинает осваиваться с потусторонним миром и везде для такого ужас и мрак всюду печаль и стон когда мне сообщили о смерти баварина то мне стало до слез печально за него он в моей жизни принимал доброе участие и мне бы хотелось за него помолиться а я даже не знаю крещен ли он так тяжело на душе он был порторгом моторного завода был мэром уважаемым какое же он имел право так рисковать с собой на нем так много висело в какой-то крае в горный алтарь ринулся на встречу с каким-то знатным человеком взял с собой жену якобы не справился с управлением как мне сказали что он на горной дороге перевернулся миг и уже ничегошеньки из того что было нет ни бензоколонок не шикарных магазинов ультра не знакомств не практика твоя не умение общения с людьми не заботы твои уже никому не нужны через год ты и не вспомнишься смотрю на фотографию вот он стоит с коршуновым тогдашним губернатором алтайского края и с епископом антонием когда этот и всех наградил церковными орденами когда этот их всех наградил церковными орденами улыбаются и уже двое на том свете а время то всего ничего и прошло то вот с епископом он подписывает документ о сотрудничестве по оздоровлению общества где они оба теперь созвонился с администрации узнал уже к вечеру что он был что был где он крещен это абсолютно точно еще позвонил главному редактору алтайской правды ольги шевчук и она тоже утвердительно сказала что он был крещен тогда я позвонил друзьям сообщил им что в келейной молитве можно за него помолиться а мне и звонят что может быть теперь он у меня в комнате теперь то он понял что его нас кто его настоящие друзья что мы за него всегда ежедневно молились чтобы душа его примирилась с богом мы его любили он так много нам помог нам есть теперь нам есть где теперь собираться молиться он не свое нам дал а мое и притом одну двухсотую часть похищенного у меня вернули по решению суда но я понимаю что если бы не по раскун ю ф не баварин в н то и много мне лиходеи коммунисты не отдали бы и не видать то и этого мне лиходеи коммунисты не отдали бы и не видать бы мне этих домиков как своих ушей сегодня всем ясно что по величию своей личности по уважению в народе ему не было на алтае равных его кончина и на день вооруженных сил когда все настроены были отдыхать и гулять вдруг так внезапно и оглушающая смерть и так легко стало достучаться до каждого и меня это ждет люди опомнитесь покайтесь пока еще солнце светит вам евангелие от луки 13 3 покайтесь пока еще солнце светит нам евангелие от луки 13 3 нет говорю вам но если не покаетесь все так же погибнете а он уже пошел на отчет к богу с которым он не был так близок как с народом случае сегодня такая беда с уриковым а а губернатором или даже с путиным вв то в барнаульцах это бы не отозвалось такой болью я вот пишу и слезы на глазах да почему же ты открыто не молился не проповедовал о христе только ради человеческой славы авторитета дешевого все делал господи как все ужасно теперь уже не благословишь его как раньше так это смотри там стоит попросить знак и ты можешь давать нужную интонацию только ради человеческой славы и авторитета дешевого все делал господи как все ужасно теперь уже не благословишь его, как раньше. Мы, когда идем из университета с наших занятий по изучению Слова Божия, то всегда пешком и в полдевятого вечера мимо городской администрации. И я знаю, где его окно, и часто оно светится. Приду домой и позвоню. Сидит там, как сыч ночной. Да что же домой-то не идет. Да вот опять трубы где-то прорвало. То тепла нет. И до всего-то ему было дело. И все выходные он у себя в кабинете. Когда мне надо было, я его там и ловил. Всегда обнимет, засмеется, как и Стегнеев ВВ. Так просто было с ним. Баварин помог мне получить в частную собственность два домика. Теперь есть у нас где молиться. Одиннадцать лет шел у меня суд, законфискованный у меня краевой прокуратурой в 1986 году. Кавычки открываются. На последнем этапе своевременную и неоценимую помощь оказали мэр Барнаула В. Баварин, его советник В. Овчинников, председатель комитета по управлению имуществом администрации города Эл Слуцкий, глава администрации железнодорожного района Юпитров, прокурор края Юпороску. 21 ноября этого года Владимир Баварин, Эл Слуцкий, В. Овчинников выехали к дому номер 6 на улице Ползунова, бывшее здание Освода. И здесь, на месте, мэр засвидетельствовал передачу мне этого здания в частную собственность. Кавычки закрыты. Так счастливо при полном взаимопонимании закончилась история, свое время окруженная многими сомнениями и недоговоренностями. Постановление администрации Барнаула о передаче здания подписано и вручено Игнатию Лавкину. Нам остается пожелать православной крестовозвиженской общине «Счастье в новом доме». На снимке Владимир Баварин и Игнатий Лавкин в момент передачи дома. Фото Александра Волобуева. Алтайская правда. 10 декабря 1997 года. Газета «Свободный курс» 27 апреля 1997 года. Для «Слова Божия нет уст» страница 243. На странице 627 помещено мое поздравление по желанию мэру на его 60-летие. Цитата. Дорогой Владимир Николаевич, Великий Бог, сотворивший небо и землю, Он дает всему жизнь, дыхание и разум. 60 лет Господь хранит вас в этом грешном мире. Он дал вам многое испытать. Славу мира сего, владычество над народом многочисленным, наградил вас добрыми талантами. «О вас, думаю, как ни о ком другом в городе Барнауле, о правителях добрая молва в народе. И вы достойны таких отзывов. Но что пользует человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп он даст за душу свою?» Ивангелие от Матфея 16, 26. «У нас, православных христиан, не принято праздновать день рождения, дабы не уподобиться безумному ироду. В этот день мы благодарим Спасителя Христа за Его милости, долготерпение к нам, что сохранил нас среди бушующего моря житейского. Мы всегда ежедневно благодарим Иисуса Христа, что ваше сердце расположено к нам, что теперь нам есть где молиться. Пусть душа ваша обретет мир и покой в Искупителе Иисусе, и ваша жизнь и доброе правление над всем городом продлится еще на многие годы. «Вы наш желанный гость, и не только теперь, как мэр города, но любой пенсионер ли, больной ли, вузах ли, и на лето обязательно приезжайте в поселок Потеряевку отдохнуть». Староста Крестовозвиженской общины, начальник детского лагеря Стана, Лавкин Игнатий Тихонович». Цитата закончена. Баварин мне написал еще раньше, «Ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди пред людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я искренне рад, что Крестовозвиженская община, которую вы возглавляете, будет иметь место постоянных встреч и молитв. «Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию». С уважением. Глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин. Номер 0817 от 27 ноября 1997 года. 11 февраля 2003 года последний раз в жизни видел Владимира Николаевича при входе в городскую администрацию. Он выходил с каким-то своим знакомым, увидал, схватил меня за руку и, как всегда, заулыбался, по плечу хлопнул и обратился к своему знакомому. «Ты знаешь, кто это?» «Не знаешь?» «Да это же Лапкин Игнать Тихонович!» «Он сделал то, чему не удалось советской власти!» «Он образовал коммуну!» «Голубей-то еще держишь?» «Какие остались?» «Ну, молодец!» Еще до этого Владимир Николаевич несколько раз приезжал на ползунова к нам и подивился, как многое сделали. Пообещал приходить ко мне на консультацию, как голубей держать, когда пойдет на пенсию. И вот уже ничего этого не будет. Как-то встретились в коридоре краевой администрации, поздоровались за руку. Я ему и говорю, «Мне что-то показалось, что вы меня избегать стали». «Да что вы!» Я мог просто не заметить. Купил у меня вышедшие мои книги, рассчитался. Просил всегда обращаться, когда в чем будет нужда. Но я так ни разу и не воспользовался этим. У каждого своих забот хватает, а мы как-то еще теплимся. Пусть лучшее совсем немощным помогает». Припоминаю нашу первую встречу с ним, совместную поездку в его машине. Он на первом сидении, я сзади. Он как обернулся, так до конца и ехал, смотря на меня, улыбаясь и удивляясь. «И вы, и все это вы бесплатно делаете? Да сегодня палец о палец никто не ударит за так. И я про вас ничего не знал. И вы живете в моем городе?» Рядом сидел Овчинников ВП, его советник. Он-то все это и устроил. Помог. Подал наши документы Баварину. «Два Володи. И так все это на фотографиях, где мы в поцелуе с Бавариным остались навсегда». Вот другой снимок. Он шагнул ко мне и протянул руку. «Ну что ж, давайте ударим по рукам, что так все благополучно и счастливо закончилось. Да ваше имя будет в аналы города записано. Вы в историю края вошли. Я же просил его помочь нам, чтобы не так уж страшно одиноко быть, ибо нам часто совсем не в моготу бывает без средств и под давлением коммунистов». Петренко ВС, идеолог коммунистов, видно крепко был недоволен Баварином, что он, бывший парторгом, отошел от них. Когда я хвалился, что Баварин вот так-то одобрительно сказал, то этот бурчал, он перевертыш, перекрасился. Но когда добавил я, что в этом деле помог и Пороскун, и ЮЭФ, прокурор края, то Петренко еще лучше вернул. Этого давно первого надо судить. Правда, потом и сам Петренко вышел из партии людоведов-коммунистов. Пышные похороны Бог дает иногда как бы для того, чтобы, как в кавычках, рассчитаться с человеком за все, что тот делал хорошего в этой жизни. И уже в вечности этому человеку ничего не полагается, ибо он трудился не для Царствия Божия, а для себя, для временного. Баварин даже советовал мне, где часовинку поставить потом здесь. Но нам это не нужно. Мы и так довольны. И есть где от непогоды схорониться. Пышные похороны памятны. Но, Экклесиаз 9.4. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Как и Аи-Лебедь рвался куда-то на спортивную базу, на встречу. Да надо ли было это? Умел все, а ездить и не умел, не видел опасности. Всегда он был в очках. Зрение-то было не ахи какое. И надо было бы не за рулем сидеть. Зрение-то было не ахти какое. И надо было бы не за рулем сидеть, а пристегнувшись ремнем. И подушки предохранительные непонятно почему не сработали. Что-то много тут непонятного. Или уж вовсе и не так жизнь закончилась, как в газетах пишут. Многое наталкивает на такую мысль. Мчался, как генерал Романов в Чечне. И до ныне он мчится уже в инвалидной коляске. Кто его туда вызвал? Куда ринулся? Так и этот. Летел сломя голову на тот свет. Выиграл минуту и проиграл жизнь. Кончились похороны. Теперь тело в земле. Все разошлись по домам, по своим заботам. А он один, где бредет во тьме. Своего ангела-хранителя огорчал всю жизнь. Путался с этими коммунистами. И не простым был, а руководителем у этих разбойников, погубивших десятки миллионов людей. Жене же его ангел говорит. Третья езда, 10-15. Посему воздержись теперь от скорби твоей и мужественно переноси случившуюся тебе потерю. Если жизнь на земле еще продлится, то уже через полста лет и имя его изгладится. Никто же не вспоминает, кто правил городом Сим сто лет, пятьдесят лет назад. Где эти первые генеральные секретари партии? Новое поколение выдвинет своих вождей, а этих забудет или заплюет. А кто говорит, что имя твое будет жить в наших сердцах вечно, то так ли это? Какое вечно, если ты и сам завтра сгниешь, и тебе более в твоем сердце, и тем более в твоем сердце память о грешном человеке надолго ли? И на том свете о нем ли будешь думать? И не вспомянется. Епископ местный сразу же провозгласил, рабу твоему Владимиру вечная память. И опять все съехало на обман, даже и помереть без обмана не дают. Не был баварин рабом Божьим, он был слугой, рабом народа, как и каждый рабом своих страстей, амбиций. А доброе дело делал во имя ли Христа? А доброе дело делал во имя ли Христа? Не от того ли, что умел ларить с людьми, и они ему тем же платили, как хорошему и талантливому руководителю? Но какое это отношение имеет к тому, для чего Бог направил человека на землю? Здесь-то у умершего ничего не было за душой. Жил по волнам мира сего, увлечен был временным, а не вечным. Я немножко еще добавлю здесь. Когда ему впереди засчитали, которое поздравление с 60-летием-то, а потом я встретился с овщинником, он приходил овщинником, вот как-то больной уже был на наше здесь собрание, и он говорит, у него отдельная комната была выделена, ну такой мэр со всеми ладит, такие подарки нанесли. И Баварин говорит, вот это все на похороны приносит такое, а мне при жизни. Ну вот, говорит, ваш листик это взял, ну эти-то такие украшенные, там блестящие, поздравительные-то. А у меня на обыкновенном листе отпечатано, с печатью на бланке нашей общины. И вот я, говорит, жён один раз прочитал, походит среди этих подарков, опять возьмет ваш листик, то опять считает и стоит. То есть, вот простое поздравление. И оказывается, и здесь не надо больших было денег, чтобы человек обратил внимание. И вот теперь мы проходим, когда к нам в храм, и в коридоре, в притворе, там это всё висит, фотографии четыре. На одной по рукам мы ударили, на другой все четверо сфотографировались, на одной поцеловались. И всё это объяснено. И его тут, которая послала поздравления, ещё там написано такое, говорит, я в очередной раз прихожу к мысли, что надо лично встретиться. Без личной встречи ещё в человеке знать не будешь. Вот так.